ЗАМОК И КЛЮЧ Ключ к освобождению внутренней силы – это принятие и истинное понимание того, что вы есть Бог. Любое сознание является проявлением великого разума, единого для всего сущего. Есть только бытие божественного сознания, из которого создано всё. Из него все идеи воплощаются в форме. Идеи меняются и меняются формы, но дух остаётся неизменным. Он безграничен и вечен. Единое сознание проявляет на физическом уровне те идеи, которые сознательное мышление принимает с верой в их реальность и транслирует через подсознание. Мы творим зло через ошибки своего мышления, через идеи ограниченности, страданий, боли. Зло таким образом является иллюзией, потому что берёт своё начало из заблуждений сознательного мышления и исчезает, когда, познав центр своей осознанности, мы выходим за пределы личности и сбрасываем оковы рабства, чтобы облачиться в королевскую мантию бессмертного Сама. Физический мир – лишь незначительное измерение бескрайней, всеохватывающей реальности духа. Все физические законы следуют высшим всеенским законам. Ведь мир материи является только следствием, первопричина которого – дух и сознание. Когда человек отрекается от своей личности и тем самым выходит за пределы сознательного мышления и избавляется от действия предубеждений о невозможности чего-либо, то мысли начинают сразу же реализовываться на физическом уровне. Ясновидение, лечение силой мысли, телепатия, материализация объектов – всё это свидетельство суперсилы единого сознания. Человек может творить в своей жизни то, во что твердо верит. Верит настолько твердо, что это откладывается на уровне подсознания, которые приводят в действие вечную силу творения, заложенную в нём. Однако стоит отметить, что вера, по большому счёту, нужна там, где есть эго. Когда эго нет, а есть только самоосознанность Бога, все вещи и явления появляются одновременно с мыслью о них, потому что нет никаких барьеров. Все идеи и невозможности чего-то исчезают вместе с эго. Тогда остаётся только Бог. А то, что познаётся Богом, уже творится. Мы притягиваем к себе вещи и явления, о которых думаем. Чтобы в нашей жизни было добро и не было зла, нужно учиться контролировать своё мышление, принимая мысли о хорошем и отвергая мысли о плохом. Мы должны развить в себе способность выбирать мысли. Если думать только в ответ на обстоятельства внешнего мира, то нас ждёт жалкое существование, ограниченное реакциями эго, которое превращает нас в роботов с автоматическим мышлением. Но когда мысли исходят из центра осознанности, из единства с вечным Само, мы творим свою жизнь согласно собственным желаниям.